В Захаровском доме культуры прошло торжественное событие, объединившее две эпохи – поколения XX и XXI века. Полвека назад, в день празднования 50-летия со дня образования Советского Союза, представители комсомольских организаций Голицынской птицефабрики и производственного объединения «Звенигород» заложили в стены ДК капсулу с посланием к комсомольцам и молодежи, вскрыть которую завещали 30 декабря 2022 года. Конечно, мероприятие очень волнующее. Получается, что те люди, которые придут, они как бы передадут привет из своей молодости, молодости настоящей тем молодым людям, которые здесь. Конечно, у людей огромная ностальгия. На церемонии по извлечению капсулы присутствовали представители администрации Одинцовского округа, активисты местного отделения партии «Единая Россия», представители нынешней молодежи и те, кто участвовал в ее заложении. Торжественность моменту придавало музыкальное сопровождение в исполнении Духового оркестра «Подмосковные вечера» под управлением заслуженного работника культуры Московской области Шамиля Насырова. Заветную капсулу передали ученикам 10 класса Захаровской школы. Они и зачитали в слухобращении. Как открывать, вы знаете? Постараемся. Дорогие ребята, мы передаем сегодня вам эту капсулу как эстафету от молодежи и комсомольцев 20 века к молодежи 21 века. Хотели бы, чтобы вы эстафету поколений хранили всегда у себя в сердце. В этой эстафете самое главное, что есть у нас – это любовь к нашему Отечеству. Слава Отечеству! Письменные послания комсомольцев прозвучали под громкие аплодисменты спустя 50 лет. Помимо документов, в капсулы был бережно вложен вымпел с изображением Владимира Ильича Ленина. Для меня это было, ну, как событие, когда закладывали эту капсулу, было событием для наших потомков. И мне очень повезло, что благодаря Господу Богу, я считаю, я дожил до этого времени. Бережное отношение к истории – залог успешного будущего. Традицию по заложению капсулы решено продолжить. В планах администрации округа и работников Дома культуры объявить конкурс на лучшее обращение к молодежи, которое также будет храниться в капсуле до назначенной даты. Был небольшой мандраж, когда мы доставали письма, потому что никто не знал, что будет написано в письмах. Но я чувствовал точно, что есть связь поколений. Я прочувствовал то, как это было с душой и с огромной гордостью и любовью к родине написано. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».